Здравствуйте! Это итоговый выпуск новостей. На площади у монумента О-Тан-Кургаушелар сегодня звучали песни военных лет, а у вечного огня выстроился почетный караул. Здесь прошла церемония возложения цветов. Для того, чтобы отдать дань памяти и уважения погибшим героям победы, на площади собрались тысячи останчан и гостей столицы. В числе участников церемонии был и президент страны. Нурсултан Назарбаев возложил гирлянду славы к вечному огню, чтобы затем почтить невернувшихся героев минутой молчания. Делегации ветеранов войны в эти дни съехались в Астану со всей страны. Накануне они принимали участие в военном параде, а сегодня они почетные гости церемонии. Пообщавшись с ветеранами, Нурсултан Назарбаев поздравил всех с юбилеем Великой Победы. Отдельно глава государства обратился к молодежи. «Чтоб дети твои тебя уважали, научись сегодня уважать стариков и любить их за тот подвиг, который они совершили. Вот почему мы чествуем, вот почему мы каждого ветерана вниманием своим не обделяем и на праздниках, и повседневной жизни. Пусть они живут среди нас, пусть будут здоровы, пусть передают свой ратный, человеческий, моральный подвиг новому поколению. С праздником, дорогие казахстанцы! Успехов вам, счастья в каждой семье, светлого, чистого неба над нашей Родиной, чтобы тучи войны никогда не сгущались над Казахстаном и над миром тоже». «Мирного неба над головой» – эти пожелания сегодня всем казахстанцам адресовали и сами ветераны, как кому, как не им знать настоящую цену стабильности и спокойствия царящих в Казахстане. «Весь наш народ казахстанский ощущает большую радость, а мы особенно участники войны. Нам радостно, что мы принимали участие в этой победе и дожили до 70-летия. Самое главное – мира, добра, благополучия нашей стране, чтобы не было войны. Вот это главное». «На земле огромной, много стран, но счастливый всех наш Казахстан. Дружною семьёю живём мы все здесь. Казахстан любимый, наш общий отчий дом. Счастья вам всем, здоровья, с праздником!» О праздновании Дня Победы говорил сегодня Нурсултан Зарбаев в Москве. В графике главы государства официальный визит в Российскую Федерацию. В Москве президент Казахстана принял участие в неформальном саммите глав государства СНГ, главной темой которого и стал юбилей Победы. Как подчеркнул глава государства, в трагические годы наши народы выступили единым фронтом, и это была общая, большая и по-настоящему бесценная победа. С последними подробностями из Москвы наш корреспондент Артём Истомин. В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне столица России встречает гостей со всего мира. И хотя некоторые политики проигнорировали это мероприятие, Владимир Путин всё же заручился поддержкой 26 глав государств и правительств. В числе тех, кто приехал в эти предпраздничные дни в Москву, и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Сегодня в Кремле лидеры стран СНГ провели неформальный саммит, главной темой которого как раз и стали вопросы празднования этой памятной даты. Кстати, открывая эту встречу от имени всех глав государств, победы на президентских выборах Нурсултана Назарбаева поздравил президент России Владимир Путин. Искренне признателен за то, что в эти знаменательные дни вы здесь вместе с нами в Москве, чтобы вместе отметить 70-летие Великой Победы. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Нурсултана Назарбаева с переизбранием на пост президента Казахстана. Хотел бы выразить надежду на то, что между Казахстаном и Россией будут активно развиваться отношения, так как это было и в последние годы. Символично, что Совет глав государств СНГ возглавляет сегодня именно Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана поблагодарил своих коллег и подчеркнул, что самоотверженные подвиги героев Великой Отечественной в Казахстане помнили и будут помнить всегда. Прежде всего, сегодняшняя встреча в преддверии Великого Праздника Дня Победы явилась данью уважения ветеранам-тружникам тыла, погибшим в Великой Отечественной войне. Трагические годы войны нашей народа единым в целом стали перед нацистской угрозой. Именно на нашей стране легло основное время. Наши отцы и деды победили. Если бы они это не сделали, неизвестно, в каком направлении потекла бы политика, экономика, и где бы мы не ходили, не наши народы. Как и все страны, которые представлены здесь, Казахстан внес весомый вклад в эту Великую Победу. Фактически 20% того периода населения страны, то есть полтора миллиона человек, ушли на поля сражения, вернулось только половина. И более 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. На неформальной встрече лидеры стран СНГ также говорили о проблемах терроризма и экстремизма. Было согласовано и следующее место саммита. Тема его пока неизвестна, однако одно ясно точно. Пройдет он в Астане. Тем временем в Москве завершается последняя подготовка к завтрашнему грандиозному событию. Ожидается, что в Параде Победы примут участие военнослужащие из различных подразделений, в том числе представители армии 15 стран мира. В числе тех, кто чеканя шаг пройдет по Красной площади, и 76 казахстанских офицеров и курсантов из Алматинского военного института сухопутных войск. Ну и, конечно же, главными героями 70-летнего юбилея станут ветераны-победители. Нашу республику на Параде в Москве будут представлять 6 героев Великой Отечественной. Артем Истомин, Едель Ермекбаев, Хасен Умаркулов, Алмаз Умаргалиев и Руслан Жакеев. Москва. Рабочий график президента Казахстана в Москве расписан буквально по минутам. Сразу после завершения неформального саммита СНГ Нурсултан Зарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Стоит отметить, что это первая полноформатная встреча стран-участниц ЕАЭС. К переговорам четверки Казахстана, России, Белоруссии и Армении присоединилась и Кыргызская республика. Ожидается, что сегодня главы государства должны обсудить детальные шаги по окончательному вступлению Бишкека в новое экономическое объединение. Также сегодня в полночь по времени Астаны в Кремле запланирована двухсторонняя встреча Нурсултана Зарбаева и Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудят дальнейшие перспективы казахстанско-российского партнерства. А в Казахстан продолжают поступать телеграммы с поздравлением Нурсултана Зарбаева. С избранием на пост президента главу государства поздравили глава ЕС и Европейской комиссии. Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер отметили, что Европа выступает за укрепление отношений с Казахстаном. Политики выразили надежду, что в скором времени это оформится в соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве. К поздравлениям присоединилась и глава представительства ЕС в Казахстане Аурелия Бушес. На сотрудничество рассчитывает и руководство Греции. В своей телеграмме президент Прокопис Павлополус акцентировал внимание на расширении политических и экономических связей двух стран. Отправил поздравления сегодня и Нурсултан Зарбаев. Телеграмму президент послал премьеру Великобритании Дэвиду Кэмерону. Его консервативная партия одержала победу на парламентских выборах. Нурсултан Зарбаев выразил надежду, что деятельность пришедшего на третий срок британского политика внесет вклад в процветание королевства. И в то же время партнерство между Казахстаном и Великобританией получит дальнейшее развитие. Около 5000 ветеранов Казахстана встретят в этом году 70-летие Великой Победы. Почти полторы тысячи из них инвалиды войны. Список тех, кого можно поздравить 9 мая, уменьшается с каждым годом. Еще в прошлом году героев войны в нашей стране было на 1308 человек больше. У каждого из нас еще есть шанс лично поздравить тех, кто добывал эту победу. Акция агентства Хабар подарила такую возможность моим коллегам. Съемочная группа отправилась с поздравлениями к участникам хора ветеранов войны и труда Достах. В хоре 20 человек. Ветераны войны, трушники тыла, дети войны. Но все они люди одного поколения, пережившие Великую Отечественную. Поэтому песни о тяжелых сороковых исполняют особенно проникновенно. Боль утраты еще не забыта. В том победном году, в 45-м, все мы ждали тебя на крыльце, если с ним вы служили. Светлана Курилова никогда не видела отца. Родилась в начале войны, когда он уже ушел на фронт и пропал без вести. Всегда завидовала девчонкам, у кого есть папа. И кричали, папа мой пришел. А я сидела в уголочке и плакала. Конечно, мы завидовали тем, у кого были отцы. Пускай даже раненые там, коллеги приходили. А мой не пришел. Хору 15 лет. Бессменный аккомпаниатор, он же музыкальный руководитель Михаил Ковалев. Майские праздники все дни у коллектива расписаны буквально по часам. Выступления в школах, вузах, символическая плата за которые не покрывает всех расходов ансамбля. Мы от всей души благодарим телеканал Хабар. Вот в руках у меня сертификат на получение 100 тысяч тенге. На эти деньги мы обновили костюмы канун 70-летия победы. Михаил Степанович Савельев, ветеран войны, воевал на Первом Дальневосточном. И в мирной жизни поет, и в армии был запевалой. В хоре я запеваю Вася Крючкин. Вдоль квартала, вдоль квартала взвод шагал. Вася Крючкин подходяще запевал. Песня – это жизнь моя. Я, как прихожу на репетицию, у меня уже ничего не болит. Я здоровый. Это лекарство для меня. Они молодые душой и мыслями, а военные песни в их исполнении бередят сердце. Даже для нас, поколений, никогда не видевшего ту войну, они берут за душу до слез. Мы все взволнованы, мы все растроганы. И нам, всей съемочной группе, вы знаете, захотелось петь вместе с фронтовиками. И мы пели и подпевали им. И так здорово, что сегодня мы видим вас в боевом строю. Мы все прошли через пламя еды, Отличных славок и славок живых. Победа! Победа! Гульнару Марвекова, Ирлан Абжанов, Валентин Лобанов, Алматы. Почетными гражданами Павлодарской области стали сразу два участника войны. Николай Волков и Кобылен Косенов получили ветераны и государственные награды от имени президента страны. Ветераны за поздравления поблагодарили. Они уверены, для сегодняшних казахстанцев открыты все дороги. За годы Великой Отечественной войны из Казахстана на фронт отправились без малого 1 миллион 200 тысяч человек. Это почти 20% населения республики. Погиб или пропал без вести каждый второй. И поиски продолжаются годами. Всю жизнь искала своего отца Игульжахан Удербаева. Теперь горсть земли с его могилы в России будет находиться и в Казахстане. Когда началась война, Гульжахан был год, и поэтому лица ушедшего на фронт отца почти не помнит. Но мама постоянно рассказывала дочери, что ее отец был добрым, смелым, благородным человеком. Игульжахан с нетерпением ждала его возвращения с войны. И вот долгожданный день победы. Но родные солдаты Дильдахана Удербаева так и не дождались своего героя. Мама его всю жизнь ждала. Когда показывали фильмы о войне, внимательно всматривалась. Не промелькнет ни где-нибудь ее Дильдахан. Потому что люди тогда не знали, что в кино не настоящие бойцы, а актеры. Искренне верили в происходящее на экране. Больше мама замуж не вышла. Вырастила меня, увидела внуков моих детей. Вот так и ушла из жизни. Однако и жена, и дочь верили, что солдат Дильдахан Удербаев вернется. Сначала ждали, что он вернется сам. А затем, что придет хотя бы какая-нибудь весточка о нем. Я верила, что найду его. Всю жизнь надеялась на это. И когда вышла на пенсию, стала активно искать. Писала в Москву, но все впустую. Затем внуки выросли, университеты закончили. И вот благодаря интернету нашли. Когда услышала, все внутри меня перевернулось. Не могла сдержать слез. Сидела дома одна и плакала на взрыв, не переставая. Сведения, найденные спустя 70 лет, привели в деревню Монакова Псковской области Российской Федерации. Именно это место было важным стратегическим районом, где велись кровопролитные бои против немецких захватчиков. Именно здесь сражался до последней капли крови и казахстанец Дильдахан Удербаев. И остался здесь навечно. Мечта Гульджихана Па исполнилась. Она отвезла на могилу отца, которого искала 70 лет, и который похоронен вдалеке от отчизны, в горстку родной земли. Именно после того, как съездила на могилу отца, прочувствовала, что значил отец для меня. С детства привыкла слышать, что отец погиб на войне. Тогда я не совсем понимала суть этих слов. А тут очень сильно плакала, как будто он у меня только сейчас умер. Своими глазами увидела могилу, и внуки увидели. Когда нужно было возвращаться, с трудом покинула отца. Очень тяжело было. Душа разрывалась. Рядом с Дильдаханом Удербаевым похоронена и герой Советского Союза Алия Молдогулова. Гульджихана Па вместе с детьми и внуками поклонилась также и могиле прославленной дочери казахского народа. Я его единственная дочь. Мама не предала память отца. До конца жизни верна ему оставалась. Одна вырастила меня. И я отвезла на могилу отца горсть земли с могилы матери. А на могилу мамы привезла частичку земли с могилы отца. Хотя кровавая война, принесшая столько горя нашему народу, оставившая миллионы детей сиротами, а женщин вдовами, закончилась 70 лет назад. Очень жаль, что сведения о героях становятся доступными только теперь, говорит сожалением Гульджихана Па. Хотя ее мечта сбылась, ей очень жалко, что всю жизнь ждавшая мужа мама ничего не успела узнать. Однако она уверена в одном, что потомки тех героев, сегодняшняя молодежь никогда не забудет подвиги предков и будет вечно прославлять их имена. Дамир Галиев, Эльвира Тагай-Казы. В этом районе имена героев Великой Отечественной войны носят 24 улицы и 3 учебных заведения. Увековечили имена героев войны в поселке Житыген Алматинской области. На мемориальной стене выгравированы имена 360 человек, которые в 40-х годах отправились на фронт с этих мест. Но для того, чтобы была не потеряна фамилия каждого героя, потребовалась масштабная поисковая работа. Теперь жители Житыгенского сельского округа будут знать поименно всех своих земляков, подаривших нынешнему поколению мир и благополучие. Часть этих героев так и не вернулась с войны, а некоторые и вовсе пропали без вести. Это была страшная война, и мы знаем, какой ценой досталась победа, и будем всегда помнить имена героев. Чтобы увековечить имена всех, кто уходил отсюда на фронт, понадобилось несколько лет кропотливой работы. Данные приходилось запрашивать из архива Министерства обороны России. Материалы собирали по крупицам, даже сумели разыскать родственников погибших героев. Сейчас рядом со мной стоят его правнуки. Мы приехали почтить его память, возложили цветы. Память всем воинам, не только своим мавцам, всем воинам, кто принимал участие в этой большой тяжелой войне. Эстафету подхватили и ученики 35-й средней школы поселка Жан-Арна Житыгенского сельского округа. Там появился свой уголок памяти участников Великой Отечественной с именами и экспонатами героической эпохи. Оскар Сергалеев, Гани Бекенов из Алматинской области. Но память о казахстанских воинах хранится не только в нашей стране. О том, как воевали наши земляки, знают в Беларуси. В Музее боевой славы бережно хранится материал, рассказывающий об их подвиге. В Беларуси особое отношение к памяти Великой Отечественной. Страна больше всех пострадала во время войны. Тех, кто лежит в братских могилах, а они есть в каждой белорусской деревне, жители не делят на национальности. Еще во время военных действий открылся здесь первый музей о войне. Сейчас он переехал в новое здание. Это часть мемориального комплекса на проспекте Победителей. Над огромным прозрачным куполом развивается единый в годы войны красный флаг. Есть здесь и несколько экспозиций, посвященных нашим землякам. Вот на этом групповом снимке воины Брестского гарнизона, уроженцы Казахстана. А здесь участники обороны Минска. У нас есть фотография Нуркитая Консиитова. В бою под Минском он уничтожил три немецких танка. Погиб в 1944 году при освобождении Беларуси. В районе поселка Радашкович повоевал также уроженец Казахстана Бахтурас Бесикбаев. Бахтурас был стрелком-радистом. В июне 1941-го его экипаж участвовал в боевом вылете и повторил подвиг легендарного капитана Гастелло, направив боевую машину на вражеские самолеты. Бахтурас Бесикбаеву посмертно присвоено звание Героя России, а в Казахстане – народного героя Халыка Харманы. Много казахстанцев сражались и в рядах партизанского движения. По рассказу экскурсовода, однажды в лесу дети нашли изможденного солдата. Это был, как-то, Галей Жангельтин. Эта семья приютила его у себя, подлечила. И потом, когда здоровье его поправилось, он ушел к партизанам. Он был командиром отряда «Коммунар». До сих пор в деревнях передаются рассказы о неуловимом партизанском командире Саше Казахи. Это об известном писателе и общественном деятеле Адишарипове. В 8-й партизанской бригаде мужественно сражались 38 казахстанцев. Радисткой здесь была Нурганым Басиитова. Она выходила в эфир с позывным «Нина». Улыбчивый партизан с гранатами на поясе Хамид Исмогулов. Он погиб в одном из боев. К 70-летию победы в Минске вышла книга «Победа одна на всех. Казахстан, Беларусь». По официальным данным, 83 казахстанца за участие в освобождении Беларуси получили звание Героя Советского Союза. Беларусские архивные данные помогли еще одной казахстанской семье. Данные о военном пути жителя Западно-Казахстанской области партизана Рахметола Егызбаева пополнили книгу «Партизан из Нарына». Через судьбу одного героя показана история всех казахстанцев. С семьей участников Великой Отечественной войны встретилась моя коллега Асель Русалеева. Фотографии отца и деда в семье Егызбаевых всегда на почетном месте. Его нет уже почти 30 лет, но память о фронтовике жива. Уроженца Урдинского района Рахметола Егызбаева в 1939-м призвали в армию. Отслужив два года в Белоруссии, он собирался домой, но война изменила все планы. В июне 1941-го страну захватили немцы. Тогда он оказался в самом пекле войны. Чудом избежал расстрела, вспоминают рассказ отца сыновья. На краю овраг нас семь или восемь человек построили. И нас поставили, говорят, я вот так вот смотрю, и рядом стоял все поникшие, голову опущенные. И он, говорят, я рядом со всем, говорит, давай побежим. Реакции нет, я рванул, говорят, а там в Белоруссии, я сам от Прибалтики под Белоруссией служил, там леса, и вот там овраги все эти. И он, говорят, я побежал, там до оврага, метр, ну, недалеко был, и, говорят, в овраг кубарем покатился, говорят. И когда бежал, катился, ну, в смысле, там жить, жить, охота, и упал в какую-то яму, говорят, из-за тех. Рахметулла Иксбаев партизанил в белорусских лесах в составе вооруженного оперативного отряда бригады «Чекист». Но все архивные документы были засекречены. Тогда Иксбаевы обратились в Национальный архив Белоруссии, где нашли всю информацию. Нас это очень приятно удивило, что в тот момент все равно, как бы, сохранили, сохранили все сведения, все архивные данные. Я им благодарен за это. Большую поисковую работу провел автор книги, известный в регионе журналист Баян Мухаммедалиев. Восстановить историю партизана помогли воспоминания земляков, друзей, родных и, безусловно, архивные материалы. В фондах Белорусского архива хранятся документы еще о четырех западно-казахстанцах. По численности принимавших участие в этом партизанском движении, после Белорусов, Русских, Украинцев, четвертый месяц занимает казахи. Естественно, это говорит о многом. Поэтому в этом из 370 тысяч человек, казахстанцев, в том числе и чисто казахи, может быть, даже больше тысячи. Поэтому работы в этом направлении еще очень много. Для 24-х внуков и 12-ти правнуков Рахметолы и Эксбаева эта книга как реликвия. Братья Эксбаевы надеются, что их пример вдохновит потомков фронтовиков и историков на дальнейшую исследовательскую работу. Асиль Русалиеву была Джаргасов, Канат Махмутов, Уральск. Уникальный музей находится в итальянском Риме. Он расположен в здании, служившем в 40-х годах эсэсовским карцером. Камеры, в которых допрашивали и пытали, оставили неизменными на стенах ногтями, выцарапаны календари предсмертной записки. Попадали сюда без причины, а выходили только на расстрел. Среди экспонатов личные вещи убитых, окровавленные рубашки, тайные записки родным и фотографии партизан, которые освобождали Рим от нацистов. Под Римом участвовали в партизанских боях две советские группы. В одной было человек 36, в другой меньше – около 12. Это были представители разных народов Союза. В основном пленные, бежавшие из итальянских лагерей. Судьба была у них у всех одна. Если поймают – расстрел без суда и следствия. Всего месяц до Дня Победы не дожил легендарный батыр генерал-майор Сабр Рахимов. Он был смертельно ранен, осколком снаряда в голову и скончался в госпитале. К памятнику героя сегодня шимкенцы возложили цветы и вспомнили его славный боевой путь. Сабр Рахимов окончил военную школу в Баку. Пережил политические репрессии, но был реабилитирован. За четыре года войны он возглавлял три дивизии и дослужился до генерал-майора. В мае 46-го года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Эти биографические данные прославленного сына казахского народа лежат в основе документального фильма, снятого киностудией «Казахфильм». Его презентация прошла сегодня. Он не штабной генерал был. Он был военным, боевым генералом. Он всегда находился в первых рядах, организовал все планы. Сабр Рахимов не только должен знать Южно-Казахстанский область. Сабр Рахимов должен знать весь Казахстан. 70-летие победы таразские ветераны войны отметят в новых квартирах. Сегодня им торжественно вручили ключи. Специальное жилье для фронтовиков в регионе предоставляют уже в течение десятка лет. Их заселяют в квартиры на нижних этажах, а в подъездах устанавливают пандусы. Только за последние три года жилье здесь получили более 50 ветеранов. Сейчас в областном центре проживают 122 участника войны. Я счастлив, что могу в добром здравии и с хорошим настроением встретить 70-летие победы. Государство всегда заботилось о нас, о нашем здоровье, наших условиях жизни. Нас почитают, уважают и ценят. И эти человеческие ценности были всегда. Они есть сегодня и будут завтра. У нас умная и мудрая молодежь. Она сохранит эти традиции. Я в этом уверен. В Ак-Тубе вдовы участников войны, труженики тыла и члены их семей смогли отведать настоящей солдатской каши и послушать песни военных лет. Местные предприниматели чествовали гостей в импровизированном военном городке. На праздники в честь 70-летия Великой Победы побывала Лейла Осова. Неонила Шкилева встретила войну на Западной Украине. Семилетняя дочь военного контрразведчика СМЕРШ стала свидетелем вероломного нападения врага на советскую державу. Неонила Андреевна помнит, как за один день фашисты разбомбили приграничный город. И как семьям военных чудом удалось спастись и добраться до Харькова. Уже оттуда их эвакуировали в Оренбург. Слышу шум, гам, треск, виск. Посмотрела, вы знаете, вот клянусь, вот так посмотрела и прям бомба, это летит бомба. Взрыв такой страшный был. А мне не страшно было, потому что я не понимала, что это интересно. Женщина какая-то схватила меня за руку и в бомбоубежище. Для местных предпринимателей уже стало доброй традицией устраивать подобные встречи в честь Дня Победы. Вот детвора с интересом разглядывают пушку. Рядом развернулась военно-полевая кухня. В походных условиях готовят главное угощение праздника – солдатскую кашу. Отведать ее смогут 350 человек. Ингредиентов здесь много. 80 килограмм гречки и тушенки 25 килограмм. Чтобы хорошо приготовить, нужно душу вложить и думать о людях, которые будут это есть, чтобы им было приятно. Несмотря на ненастную погоду и моросящий дождь, настроение у собравшихся было праздничным. Облачившись в плащ палатки, пожилые гости наслаждались концертной программой и вспоминали свою юность. Лайла Уэсова, Александр Степаненко, Айбек Даутов из Ак-Тубе. К этому часу у нас все. Ищите новости на сайте хабар.кз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин